Любой участник, участвующий в обществе, имеет право выйти из него. Но как быть в ситуации, когда участник единственный? Выход единственного участника из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, не допускается. Поэтому смена участника ООО осуществляется путем передачи доли. Обычно доля переходит от участника ООО другому участнику на основании сделки, например, купли-продажи доли, или в порядке правоприемства, например, при наследовании. Обратите внимание, можно передать долю только в той части, в которой она была оплачена. Кроме того, на практике используются и другие способы. Сейчас мы с вами их рассмотрим. Первый способ. Единственный участник продает, уступает или дарит долю другому лицу. В подобных ситуациях участники сделки составляют договор, удостоверяют его у нотариуса, а также необходимо внести изменения в ИГРЛ. Обратите внимание, несовлюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность данной сделки. В данном случае будет следующий порядок действий. Собираем учредительные документы ООО. Документы, подтверждающие право распоряжаться долей. И документы, подтверждающие оплату доли. Составляем договор. Например, договор купли-продажи доли. Идем к нотариусу и удостоверяем его у нотариуса. При продаже доли в ООО необходимо также получить согласие супруга на отчуждение доли, если продавцом является физическое лицо, состоящее в браке или доле приобретается им в период брака. Сам договор заключается лично продавцом и покупателем, или их представителями по нотариально заверенной доверенности в присутствии нотариуса. После удостоверения договора нотариус в течение двух рабочих дней, если иное не предусмотрено договором, подаст заявление для внесения записи в ИГРЛ. После получения заявления налоговая инспекция в течение пяти рабочих дней вносит запись в ИГРЛ, а передача доли другому лицу. На шестой рабочий день налоговая выдаст документ, подтверждающий факт регистрации. Лист записи в ИГРЛ. Лист записи направляется нотариусу в электронной форме. Забрать его можно у нотариуса, либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. После нотариального удостоверения сделки переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке, путем предъявления иска в арбитражный суд. Следующий способ. Переход доли единственного участника ООО по наследству. По общему правилу, доля в уставном капитале общества переходит к наследникам граждан и к правоприемникам юридических лиц, являющихся участниками общества. В случае смерти физического лица, являющегося единственным участником ВОО, принадлежащая ему доля в уставном капитале общества, переходит к его наследникам. В этом случае принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или полномоченному должностному лицу заявление наследника о принятии наследства, либо заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. После получения свидетельства о праве на наследство, необходимо будет внести в ЮГРЛ сведения о новом единственном участнике общества, размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества. Для этого в регистрирующий орган подается установленная законом форма с документом, подтверждающим переход доли к наследнику. Может ли единственный участник выйти из общества? Так как в случае с единственным участником выход из общества невозможен, на практике применяются иные способы смены участников. Переход доли можно осуществлять не на основании одной сделки, а на основании совершения ряда последовательных действий. Так, например, переход доли может быть осуществлен следующим способом. Увеличение уставного капитала за счет вклада третьего лица или третьих лиц с последующим выходом участника из общества. Использовать данный способ можно, если уставом ООО предусмотрено право участника на выход и отсутствует запрет на увеличение уставного капитала за счет вклада в третьих лиц. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. КОНЕЦ Продолжение следует...